Да в ком у нас любовь-то, господи, у нас в любви, не вы хорошо, вот это очень связали четко, причину конфликта, все становится ясно на самом деле, чисто личная обида, чисто личная обида. Я держал до последнего ему жолюку около больше полутора лет уже, я его держу как бы до последнего года. Сколько я вот, бьемся-то, уже полтора года, он хоть и говорит, что меня там личность его не интересует, что я не уделяю время. Уже год они, я не знаю, они в семье занимаются работой, мне кажется, что они только одним Лапкиным как будто занимаются они, и это самое, вот этим, и я все, я уже думаю, а он уж, ну он на меня в мейл.ру там, ну он пишет, что, ну я от Лапкина типа дух в меня нечистый вошел, и я сейчас руководим духом таким нечистым, я думаю, да и не буду я тебе это. Ну да, то есть, ну конечно, да, такой, ах вот так, тогда вот мои пошли козыри, пошли мои козыри, да? Ну да, я же скрываю, я, ну я с ним по-человечески с этим, с отцом Сергием, я, ну по-человечески, ну давайте уже, давайте подождем, что церковь скажет это вот, ну мы сейчас ездили, да, там уносили на этот, вот, давайте подождем, вот, сектоведы сказали свое слово, давайте подождем, что теперь отцы скажут, что скажут, патриарх, да? Потом уже будем мусолить там эту тему дальше. Очень правильно, очень правильно, я даже считаю, вообще, как сказать, даже в гражданском суде, в гражданском суде есть определение виновного и невиновного человека, только с постановления суда решает, что он виновен и он преступник. Когда я говорю, тот ли или иной преступник, даже я там знаю, там, ну вот, например, там Ельцин, да, Ельцин преступник, ну я не могу его, почему, это я априори знаю, что он предал, то есть у меня есть доказательство, что он предал страну, то есть нету, нету такого, такого в законодательстве измен, там сказать, предательство Родины, то есть измена, то есть такого, какая-то там есть, но она там как-то сделана по-другому, эта форма, то есть в Конституции как таковой, в нашем этом, ну я к чему, что даже его называют таким словом, например, я понимаю, что я поступаю неправильно, потому что общего суда не было над ним, у него, как сказать, не было точно сказано, и так и здесь, хорошо, он неправильно говорит, хорошо, согласен, я в священстве всего там три года в священстве, вот за три года что я могу, я конечно, я не лезу туда, я не делаю эти суды, для себя я определил, да, что Игнат Тихонович где ошибается, где он, где он перегибает палку, но человек, он человек увлеченный и очень такой неревностный, естественно апостол Павел перегибал палку, все перегибали палку, это, это не то, что свой, это свойство человека, это, это настолько, это настолько должно быть для нас естественно, что, ну вот один такой, другой такой, ну и все мы где-то, всяк человек ложь, это очень, и мы, и мы, и мы когда начинаем, вот он чуть ли не сытан, ну давайте назовем его антихрист, чего ж там уж, бес там, давайте антихрист. Вы не поняли, кто с вами говорил в этот момент? Сергей, вы не поняли этого? Кто с вами в этот момент говорил? Вы, вы, вы что не поняли, кто с вами говорил в этот момент? Знаете, с кем вы говорили в этот момент? С кем? Вы с бесом разговаривали, вы не с Игнатем Лапкиным говорили в этот момент, вы с бесом, который держит Лапкина, вы говорили, вы этого не видели разве? Не обратили внимания? Я вам серьезно говорю, в этот момент вы не с Лапкиным говорили, вы с бесом, который его держит, говорили. Ваша беседа с отцом Сергием, она, я не знаю, я тоже, какая-то, он в каком-то беспокойстве, какая-то у него, вот я не знаю, но... Я ему пытаюсь донести, говорю, батюшка, да вы что мне рассказываете, я старше вас, по крайней мере, на 6-7 лет, вот, у меня опыт побольше жизни, я вижу, что вы беспокоитесь. Я говорю, да мне и другие люди говорят, что у вас неспокойное духовное состояние-то, вот, он говорит, нет, вот одно, я спокойно абсолютно, я вот такой вот. Это же видно, видно же, правильно? Конечно, конечно, даже, вот я с Лапкиным когда разговаривал, да, мне надо было с ним лично пообщаться. В личной моей беседе я с ним не услышал, что он там бес, вот, нет, не было у меня, он услышал меня, он услышал мои доводы, он не, пена у рта не шла у него, потому что он слышал мое к нему, он не слышал, что я к нему враждебен. К тому, что он говорит некие вещи, я враждебен, потому что оно противоречит. И да, я согласен, что он, скорее всего, хват пошлет, я согласен, он очень строг. Но у нас сегодня такая, такая у нас сегодня расхлябанность, такая у нас сегодня расслабленность. Мы все как парализованные лежим сегодня при этой купели и ждем возмущения воды, потому что у нас такая вот, ну, любовь, Бог же любовь, и вот это мы не понимая, что на самом деле любовь, в любви есть еще и наказание. И наказание, это и есть любовь, слово наказ, это есть то, что я хочу исправить тебя, сыне, не совершай больше ошибку. Я тебя накажу, да, у тебя там ногу, там, предположим, что-то просто произойдет, там, вплоть до того, лишу тебя движения, вот как вас, да. Но он почему это говорит? Потому что я знаю, что дальше было бы, для тебя еще хуже было, ты в ад бы вошел, а сейчас у тебя есть возможность войти в рай. И наказание бывает очень жесткое. И сегодня мы почему-то любовь только в каком-то таком, ну, вообще таком общечеловеческом смысле понимаем, как, да, жалеть надо. Это наши отношения друг к другу, жалеть, увещевать как-то, но не Бог. Божья любовь, это совсем другая состояние. Он видит именно самые глубины человеческого сердца, он знает, кому дать по лбу, а кому в лоб стукнуть, а кому просто сказать слово, и тому достаточно будет человеку, чтобы человек уразумился. Значит, любовь в том, чтобы дать нам все, и мы, значит, продолжали в бодрихах жить, услаждаясь всеми, там, какими-то нашими человеческими удовольствиями, человеческими этими всякими регалиями, удовольствиями. И к чему мы приходим? Что сегодня мы к тому, кто нас обличает, мы должны, кто обличает, конечно, не хвалить мы его не должны, но мы должны к нему тянуться, как говорит Экклесиас, иди в дом плача, а не в дом смеха. Иди в дом, где тебя обличают, а не где тебе по головке гладят, где тебе, ах ты опять, ты такой-сякой, да это тебе полезно для души, потому что лучше так тебя обхлестать, чем потом к тебе в ад войти. Лучше, говорит, руку, ногу оторвать тебе, чем тебе всему телу в огненную гиену вторгнуться. И поэтому я вот по этим клипам очень чётко, очень чётко видно дух вот этот, дух, и он вот этот, он как будто вас заставляет, он, и он как постоянно повторяет мантру, он бес, он, ты с кем, ты знаешь, с кем ты разговаривал, это бес. Какой ты, какой ты духовный, как у него, у него, и он уже видит бесов, кто бес, кто не бес, это вообще, ну как это так? Я вижу, что Легнать Тихонов столько к нему приходит, и сколько плодов он приносит, худых плодов намного меньше, чем хороших, намного меньше. То есть плохие есть, конечно, он, ну он человек, нечего тут говорить, но он уже пожилой человек, очень-очень пожилой, для людей, людям 70-80 лет, а он уже к пику человеческого возраста подходит, всё, там уже 80 лет, и считаю, всё, он уже немощен, как тень, он же, это не жизнь, а овощи уже. То есть человек 80 лет, почти овощи, он моргает только, что-то, а сейчас он ещё что-то движется, он что-то помнит, и так помнит, что, ну бесы, конечно, и бесы там где-то ходят, конечно, и он борется, и ему сложно. И если он уж, уж он сказал, простите, кого я там обидел, это очень большое дело. Они перешли его со Спаратовским уже вот на, причём люди, которые вот с ними были вот за это время, от них отошли, вот кто-то нейтральную позицию занял, а кто-то вообще, ну, отошёл, сказал, что надоело, ну, люди понимают, что вот в этой вражде, а смысл какой мне жить-то в этой вражде? Ну, они меня заставляют, они вот вдвоём, у меня такое ощущение, что они хотят принудить меня, говори как мы, говори как мы, вот, а мне один пишет, ну, это Супраин из Киева, он, Лина, тебе сейчас её упоминает, там ему ссылки постоянно присылает, но он не выходит на так, на общение, а за кадром он всё время, вот, и он мне пишет, он говорит, знаешь, такое ощущение, как будто ты служишь, каким-то барьером для них, они вот, они не могут переступить, вот, ну, и у меня тоже такое ощущение, как будто я, да я говорю, до чего ко мне привязались-то, я вот, чё? Я, знаете, я, мне так кажется, помните, этот, который, этот, был, он был, это, слепой, что ли, да, помните, слепой, и он, это, его синендрин мучил, он тебя... Что вы ко мне привязались, вы, у него спросите, он уже, что вы ко мне привязались, да, я был слепой, точно ты был слепой? Это точно был? Сейчас мы тебя, ну, да, вы хотите учениками его стать, идите к ним, ах, ты ещё тут над нами издеваешься, ну, да, то, что-то, это что-то, какая-то, вот, я не знаю, я, ну, хорошо, они сейчас его, я, хорошо, ну, да, мы продолжим тему дальше. Да, ну, хорошо, сейчас, ну, почему-то, не Дворкин не появляется, сейчас на сайте Ирине Леонского будет, там, наверняка, там и про нашего отца Анатолия Гармаева тоже, там написано уже, об его педагогике, лжепедагогике, там, всего, ну, и сейчас Латкин, Яко Четкове, там, висит, там, отца, ну, Латкин, там, сейчас, там много будет материала, но, почему мне интересно, ну, как сказать, странно, эта позиция, как бы, назначаются там секты, якобы, внутри самой православной церкви, а, как бы, эти священники все действующие, ну, почему Синод, почему, вот эти мужи, которых сейчас стало очень намного больше, Синод, вообще, это такое, сейчас, там, показывают фотографию такую, они там садятся, архиерейский собор, там, фотографии, фотоаппарата такой, линзы нет, чтобы всех их сразу объявить, ну, вот они там собираются, мужи, ну, что, они не знают о Игнате Тихоновиче, что ли, знают, наверняка, и многие, и слы смотрят, ну, кто-то смотрит, я не думаю, что многие, многие, но кто-то смотрит из них, его ролики, ну, по крайней мере, смотрели какие-то, потому что он повторяется, и, конечно, это, нет, невыносимо становится, а так-то, общие его, общие его обвинения, они-то, они-то, они-то имеют место быть, просто он выводы делает, то, что, там, жесткие, ну, вот он такой, он, он родился в деревне, извините, у них там кобылы, кобылы, коровы, все у них, оглобли, у них все в такой простоте, и там еще похлеще словечки бывают такие, ух, и дерьмецом там замажут, там, это русский мужик, ну, что он, он говорит, как есть, ему нечего там, это, выстраивать какие-то, извините, расшаркивания, если он видит, что ложь, значит, ложь, надо ее, ложь, это говорить, это ложь, и нечего там играть в какую-то, эту, толерантность какую-то ложную, то есть, все это, все это настолько, ну, как сказать, вот сегодня это очень, все это неприятно и неприлично со стороны, таких, казалось бы, людей, им бы просто сказать, ну, да, есть такой, такая, вариант, выйти на связь, не прятаться там с какими-то именами, там, выйти и разговаривать в скайпе, он открыт, он, он, ну, то, что, да, он, Игнат Тихон, сейчас спрашивает, почему он мои все комментарии удаляет, он, прям, я вам что-то пишу, скажет, он мне всех удаляет, и потом говорит, о, смотри, вот сейчас, как пришел, пришел комментарий, сразу открывай, смотрите, опа, вот видите, там, Игнат Тихон, ну, он тоже человек, тоже он уже пожилой, ну, ну, что ж такое, ну, вот он, это, это его, это, как сказать, да, с одной стороны, это его, это его водщина, согласен, он там, в этом, в этом, в этом, скажем, поле, это его епархия, можно так сказать, он там это же воздал, около него, там, на самом деле, все, все движение около него, и благодаря ему, может быть, сами себя, там, и сколько тем уже, вот с Геннадием, вот беседа, потому что он неравнодушен, он задевает многих за живое, и человек начинает просто реально начинать думать, сам начинает думать. Игнат Тихонович, он правильно сказал, я не меняю мнение, я там хоть пошутил над ним, но на самом деле мнение меняют, менять надо мнение, если это благоразумно тебе доказали, вот тебе все доказали, вот тебе показали, разложили тебя, тебе сказали, вот-вот-вот. А тут, когда им говорят, ну, хорошо, Игнат Тихонович, ну, вот давайте, какие обвинения против него, Он идет против монашества, предположим. Ну, монашество, хорошо. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что монашество сегодня... Ну, то есть, не тот вид, который, как бы, было заложено. И где... И в Писании, как бы, нету. Хотя в Ветхом Завете там есть про скитание... Кто скитается в горах, там про меру какую-то высокую говорится об этом. Но он считает, что сегодня, как бы, монашества не должно быть. Это его мнение. Пускай, ну, мне кажется, да, он сам и сам поправляется, часто поправляется. Раньше, хотя он преподобный Серафиме очень плохо отзывался, а сегодня уже мало, он даже цитирует его. Вот пройдет время, я думаю, и где-то он сам поймет, что надо уйти где-то за затвор даже. Может быть, и он уйдет за затвор, мы же не знаем. Вот сейчас придет какое-то время, а затвор как может произойти? Его, как мы говорили, помните, болезнь его стукнет какая-нибудь. Вот он затвор его, когда он говорить перестанет. Вот язык ему. По поводу отцов, опять же, там Сергий Раджевский, Серафим Саровский, да, он же это, знаете, со старообрядцами, как он вступает в эти споры, да, он только этими. А куда вы кинете Серафима Саровского? Да, да, который уже купился уже не двумя пальцами, а тремя, да. Ну вот я к чему, что все это, вот сегодняшние вот эти два клипа, ну вообще даже вот этих обличителей, их обличителей, почему, ну, Самсонов, он не говорит, потому что я думаю, он такой, он более благоразумный в каком-то смысле, но тут личная обида у обоих, обои личная обида, обои задеты как-то лично, каким-то обличением. Игнат Тихонович показал им, что они плохо знают Евангелие, Писание, и признайся, да, этого я местно не знаю, почему я должен там стыдиться, да, я этого не знаю, хорошо, что вы мне сказали, я почитаю, я его знаю. То есть человек всегда учится, он всегда будет до самых последних дней своих учиться, и то ничего не узнает почти. Как я знаю, что я ничего не знаю, да, на самом деле. Потому что какой-то один, одна какая-то извилина в голове, Господь повернет, и все, человек ничего не знает, и блаженненький. И вот он ходит уже, он, и вот это даун, это же он, они же очень чистые, но зато ничего, у них мозг вообще не развит, а душа очень сильно развита. У нас вот тут я познакомился с одной женщиной, у нее даун. Какой он, она говорит, она даже в сердцах, говорят, тебе у нее там один старший пьет сын, второй что-то там гуляет, там, то есть они, и он говорит, у меня вот этот младший, Саша, он родился, Саша, он даун родился, он говорит, у меня он умнее, чем мои два, казалось бы, разумных, представляете, он говорит, и за мной, он и все уберет дома, он и меня там, и что-то, и позаботится, и он, то есть у нее такая чистота, он за собой ухаживает, все убирает, дома чисто у него, там, она же вообще такая смотрит на нее, думает, «Господи, вот мне дал Господь даун на человека, а он умнее где-то и лучше поступает, чем разумный». Вот и к чему, что я ничего не знаю. У меня машина сломалась, вот, ну, в частном секторе в городе, вот, и стою, что-то там, не помню, карбюратор, что ли, вот, и выходит, даун, и он стоял, и подходит сразу прям, что помочь, что-то, а это, вот, может, вам водички принести там, понимаете, ну, такие вот отношения, то есть человеческие, мне он прям так поразил вообще, может, вам куртку погреться, что тут это, не холодно вам, понимаете? Откуда он взялся? Ну, вышел из дома, я напротив дома их сломался и вышел из дома. Потрясающе, да. Смотрите, куртку дам и водички. Откуда он знает про водичку, что машине нужна водичка? Да, он, казалось бы, да? Надо же. Вот, вот, вот оно, вот оно, вот оно сразу, сразу путь к сердцу. И он вас покорил этим, правда же? Да, да. Вот удивительно, путь к сердцу, вот он он, без всяких лишних слов. Я к чему, что вот это, ум наш, конечно, это такая очень вещь лукавая, поэтому там что-то дернется, и все, и мы уже ничего не помним. А к старости вообще Господь почему-то все знания забирает, оставляет какое-то, только что-то оставляет, какое-то другое, даже какое-то беспамятство. Человек даже впадает перед смертью какое-то беспамятство. Почему Господь отрезает все эти знания? Потому что Он хочет очистить его, потому что знания, они нас уводят, ну, в такую гордость, что я вот что-то знаю, что-то умею. То есть я ничего не умею, я ничего не знаю. Апостол Павел, ничего не могу делать без укрепляющего мне Господа Иисуса. Вот что говорит апостол Павел. Я ничего, говорит, не могу делать. Он ничего не сказал, что есть вещи, которые я могу сам делать. Он говорит, ничего, даже самые элементарные вещи. Он, у нас мужчина, ел-ел, а на праздник пошел, ему жена говорит, не ходи, сегодня нельзя, там пост был, и Боговещенник, раз великий пост, кажется, на великий пост. И он пошел в баню. Нет-нет. А жена ему прямо говорит, не ходи. Он, нет-нет, пошел в баню, они там шашлыки делали. А там был строгий пост. Он только, на Боговещение только рыба позволяет. И все. И он съедает кусок, кусок начинает жевать, и он у него застревает. И он задыхается и умирает. Казалось бы, вот, как ты говорила, что ты можешь без Бога даже мясо прожевать кусок, а казалось, что мясо встало, и все, и ты умер. Вот как страшно бывает. И она говорит, она до сих пор, я пришел тоже, она говорит, вот у меня муж умер в это. Я говорю, конечно, страшная смерть. Конечно, это, ну, раз вы остались, значит, молитесь за него. Молитесь, потому что только молитва у нас живых за мертвых, она что-то может, потому что, говорит, мы сами находимся в бедственном положении, и мы еще молимся за тех, кто еще более в бедственном, которые уже ада ждут. А вдруг, если окажется, что Игнатий Тихонович там в раю окажется, да, и они, как они там будут вместе? Он же бес был. Как ты его мог взять бес, а он окажется в раю? Только назвать человеком. Кто на человека рака скажет, безумие, да, А это сказать вообще, назвать это последнее вообще слово? Знаете, когда мы бесами можем стать, когда мы озлобимся против Бога, и после смерти наша душа превратится в еще одно бесовское состояние. То есть бес – это уже все, это уже приговор. То есть, а Бог сказал до самого последнего вздыхания, даже разбойник. Помните, когда я вам говорил, что он вот это… Ну, раз десять, я там еще вырезал, наверное, раз пять или четыре я вырезал. Я понял, ваше состояние вы сказали, я был в аду. А у меня язык монколом стал, я вообще даже язык не могу пошевелить им. Ой, Господи, помилуй. Вот, 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 искушение, честное слово. Это, вот, это на самом деле, вот это называется искушение. А тем более священник, когда говорит, таким еще голосом, знаешь, кто он, и он прям ждет сейчас какую-то тайну, там он бьет, там, вот ты еще, да, Господи, ну как это так? Ну, ладно, раз ты сказал, ну, ну, я не знаю, молодой священник, который такого духовного опыта никакого не имеет. Он разве знает, как именно… Он цитирует Игнатия Брянчанинова, ну, как лично бороться с бесами, он знает? Он знает, что такое вообще, что такое бесы? Он, нападение их знает, что такое? То есть он, он, а он уже говорит, вот он там, ну что он? То, что он, я не знаю, я вообще даже против, даже формы такой постановки. То есть уже сразу изначально такой стиль, как сказать, виновен без суда. Это как это так? Стоп. Есть суд, есть честные отцы, не святые еще, честные. Есть у нас по сектоведению еще отец Олег Стеняев. Почему церковь не даст ему такое поручение? Он едет туда, к ним, в общину, сядет с ними, начинает там общаться, выяснять. Вот к нам приезжал к отцу Анатолий приезжала группа из епископов даже. Узнавали, что у нас там за секта. Потому что Дворкин написал, там помню, приехали, видят нормальные люди, нормальные молодые люди у нас. Как раз было у нас много людей, много там молодых людей. Мы сели, они против нас, мы против них, епископы. И на нас сидели, мы друг друга на них смотрели. Потом начали задавать вопросы, они не увидели, ну что, какая тут секта, что они должны нас увидеть, какими-то этими, что ли. Мы православные веры, мы принимаем епископов, мы их не отрицаем. То, что они там заблуждение, это они перед Богом ответят, нас учат, церковь нас учит. А то, что они нас не учат, там, отрекайтесь от Христа, или нет, конечно. И мы посмотрели друг на друга и разъехали с миром. И это постановление, это комиссия никакого не было, что у нас там секта. Если секта, значит, нам надо было, его снять было, с него сан было надо было снять, за Штатову отправить. И тогда это было постановление, когда уже тогда можно объявить, что да, это секта. Вот взять, допустим, опыт с Кочетковым, да, или там с Репорщиной, вот даже глядя на их опыт, сколько там, лет 10 уже прошло, да? Было шум, шумих-то какая была тоже, да? Ну и все еще, и все успокоилось, все, сейчас там, что, и какая обстановка? Ну, я не слышал, но к ним, я бы, конечно, я к ним когда-то, у нас было желание ко мне познакомиться, но потом я через знакомых выяснил, доверительно, доверительные люди есть, которые сказали, что они там, ну, вот эта форма их не, они как бы вроде приближаются к первым христианам, там, у них там такая, не, у них сейчас там есть все, и церковь, и приход их никто, ее его никто не снял, их они все остались, только они остались более такие, ну, как засекреченные, они на самом деле стали более, то есть не всех они там принимают, всех там, там, ну, всех там немножко подозревают, что к ним приехал очередной какой-то, но они считают, что они истинной церковь, что у них там много как бы они поставить поставили с первых времен что вот надо там храм всем приходить всем причащаться то есть почти не исповедуюсь ну там очень такое у них есть перегибы там у них в храме все то есть все шумят ходят на пола на полу там то есть служба идет у них там никакого это благове не какого-то стояния такого нету сейчас этот какого протеерей вот это господи вот надо же такое такой фамилию чаплин вот не повезло его с фамилией вас периповел и вот он там но найти шоу ходил по смешищем выставляли его там я и вот его сейчас сняли и он там образу организовал какую-то компанию против там вплоть до того что там сейчас хочет чтобы пископа выбирали и там сколько уже там сколько 23 священника подписали эту петицию и чтобы выбирали писк епископа именно священники то есть вот и и там и к этому после присоединился первый конечно же кочетков ну что они не понимают что они церкви раскол готовят сами собственными руками вот это вот сейчас это же везде по всем местам происходит вот такой по всем фронтам идет раз страну нашу уничтожают и уничтожение и вот сегодня вдруг я я понял что шоу даже не то что понял а как-то меня смущало мы смотрели с матушкой любили шоу уральские племени все всех и всех там этих они как-то ну остроумные ребята но потом есть уральские пельмени они раньше к вы наступали сейчас они выступают но как-нибудь поинтересуйтесь там зайдите спрямки дешевые уральские пельмени в ю тубе это полное урбеки такомики они мани студента бывшие из екатеринбурга и у них такая компания подобралась они очень остроумные там у них такие шутки у них там интересные злободневные такие ну то есть такая сатиру в них юмор и они они самые какие-то боли мне казались самые добрые что безопасные что как-то них до юмор не такой мне казался злой и потихонечку потихонечку я себя поймала мысль что они постоянно ворачивают какой-то юмор там как бы вроде даже на их не шоу приходит с детьми детьми и то есть там такое нет никакой пошлости якобы но там постоянно какие-то так ворачиваются какие-то вещи против я как-то не заинтересовался и верующие у них они оказался не особо никто не верующий в храм никто не особо не ходит у ним им и с моим них у них официально их не представить и даже этот как его их не спонсор ела эта фирма с английскими названиями все и платят на большие деньги почему они идут продвигают эту и платит им такие большущие деньги там наверняка там они с этого шоу то есть они очень богатые люди так думаю из-за этого и это это и эта группа которые их спонсируют это америка это там связано с западными деньгами с теми но непонятно то есть отказа почему это западные западные люди западные фирмы вкладывать деньги на шоу-бизнес и почему зачем это какой смысл а очень все просто популярность их не очень высокая и смотрят их очень много их больше смотрит ну наверное из всех вот таких вот комиков ну таких вот развлекательных то они самые наверно не самых популярных они на стс выступают но я к чему что и там в них шутки такие против старости против друг глуп глупых мужей какие-то против вы смене какие-то семейных ценностей то есть какая-то потихонечку потихонечку играть деградируя как бы потихонечку свыка мы свыкаемся смысле что оказывается это норма и то есть потихонечку у нас в сознании через юмор как через юмор если бы они выступали полезно там где-то их никто не воспринял а юмор имеет очень такую как бы свойство через через юмор втика можно человеку высмеять все под завода от до бога почему например церковь боролась со всякими клоунами и даже вплоть до физического не устранения а физического избиения шутов выгоняли их из сел почему потому что те высмеивали царя высмеивали церковь высмеяли то есть они все высмеяли в конце концов бога высмеяли кстати шоу-бизнес это есть еще одна из подаров подрывов той нашей ментальности русской которые сегодня шатает шатает уже она уже должно сейчас рухнуть это ментальность наша какая то ну а ментальность наше это что было это стыд был это был страх божий стыд был то есть нашу девицу сегодня заставляет нам конкретной проституткой а даже не просто проститутка проститутка хоть деньги берет шлюхой, которая будет, я извиняюсь, отдаваться в ночных клубах, на остановке, в машинах, ну то есть только для того, потому что это модно сегодня. Сегодня этот, как называемый, быстрый секс, и все, молодежь уже все. Она, эта девочка, разве когда-нибудь родится, что? Нет, конечно, потому что вся медицина и все, по сути, образование связано было с тем, чтобы научить ей правильно использовать презерватив, правильно его одевать, как правильно ставить в спираль, чтобы не родился ребенок, не зачался даже, не то, что не зачался, потому что если она зачнет ребенка, она его убьет, потому что у нее нет никакого, не то, что страха, у нее нет никакого даже понимания того, что это наше будущее, это наша страна, и она убивает, по сути, нашу страну. Эти аборты с каждым разом приближают нашу страну к такому краху. Это, знаете, к куриарху сербскому Павлу пришли сербы и говорят, почему Господь поспустил, что нас заняли эти албанцы в Косово. Почему? Он говорит, смотрите, албанцы – это мусульмане. Сколько абортов сделали они за это время? Почти ни одного. А сколько сделали сербские православные? И говорит, и что Господь даст земли эти тому, кто убивает? Кого благословит Господь занять эти земли? Ты когда… Мне одна женщина сказала, я говорю, сделайте аборт и отдайте ребенка мне. Мы с матушкой решили взять этого ребенка, младенца. Матушка да, потому что взросленького годовалого уже ребенка тяжело будет воспитать, потому что он уже будет сковеркан домом ребенка и так далее. Это целая покалеченная душа, которая может быть даже за всю жизнь не оттает. И вот эта женщина сказала, она сделала аборт, ни нам, ни… Потому что у нее гордость. Как это? Кто-то она сделала, она будет рожать, а кто-то там будет его воспитывать. То есть у нее даже понятие. Она просто сказала, а я приду в церковь, я покаюсь, и меня Бог простит. И как я… Вот что ей сказать? Я говорю, это вообще… Умеренный грех, нет прощения. Даже не то, что это какое-то кощунство. Вот это кощунство. Ну, представительный грех, я… Сейчас же многие, многие так думают, что я сейчас облужу, а надо покаюсь, ничего, и нормально все. И вот представьте себе, я там вот сейчас… И к чему мы сейчас потихонечку движемся? И, конечно, Господь дает таких, как Игнат Тихонович, который говорит, образумьтесь, православные, вы в что превратили церковь? Вы во что превратили ее? Вы сделали хлев, не то, что хлев, это… В хлеву, конечно, родился сам Господь, в хлеву родился. Но мы не должны делать… Церковь в хлев превращать. И сегодня… Вот я даже не знаю, там, почему вообще церковь не возвышает голос свой. Только единственное, что она сделала, сказала сегодня про против абортов. Ну и что, это встало, и все, и дальше… Куда эта инициатива пошла? Он должен обвини, обличить кого был, патриарх? Президента. Что этот пример, который с разводом, это не очень хороший пример для многих. После этого, если статистику взять, сколько разводов… Если президент, он разводится со своей женой, то что, мне нельзя что развестись, что ли? Вы что? А президент – это лицо. Он приходит в храм, крестится, целуется с патриархом. Все понятно. Все понятно. Там не просто развод был, она-то в монастырь пошла. По сводам еще Иоанна Грозного, там же, ну по-царски вообще, там, канонам-то можно царю и жену там брать, даже если она не может родить наследника, вот, то можно жениться на другом. Я не знаю, откуда вы взяли это, что она пошла в этот. Я не видел неточные, у меня точная информация есть. Точная, да? Долковник, я говорил. Тогда еще это, и тогда еще, ну почему об этом молчат, непонятно, ладно. Тогда это меня, тогда в корне, когда вот я развелся, потому что, видеть ли, я человек занятой, а она не может выдерживать моего ритма жизни, то есть, ну какое-то такое оправдание какое-то там было. Там оно было вообще смешное. Ну ладно, я к чему, что все равно патриарх, патриарх должен, должен, не то что он там, он должен все это обличать, он должен обличать сегодня пропаганду и вот это, то, что показывают по телевизору. А я вот сегодня, я говорю, по телевизору, по деревне я хожу, вот сейчас проповедую, там Евангелие разношу, знакомлюсь с людьми, то есть делаю, а прихожу, у всех телевизор, у всех, и все его смотрят. И что происходит? Происходит, что телевизор полностью заменил голову людям. И начинается вот это очень, я не знаю, кто-то сказал эту фразу, говорит, зачем, говорит, нам вводить войска, когда мы сделаем бесплатное телевидение, и мы разрушим этот город, он сам разрушится. Зомбирование. Зомбирование – это вот это есть телевидение, которое люди, с ними начинаешь общаться, они ничего не знают. Ни-че-го. А телевизор всегда до вечера смотрят. А информация никакой в голове не задерживается. Так зачем они это смотрят телевизор? Если ты реально ничего… Ну хорошо, ты посмотрела там сериал какой-то, какой-то посмотрела шоу-программу, ну ты хоть какую-то шутку запомни. Ага, ага, вот это, ну хоть там, хоть что-то, они еще не помнят. Я говорю, ну скажите, что вы смотрели по сериалу. Да вот, я как-то так смотрю, знаете, так вот. Как вы так смотрите? Вы время убиваете, просто драгоценнейшее время, которое вы просто уничтожаете. Это самое страшное убивать время, вот это, которое нам Бог дал. Я сам понимаю, что я… И вот себя вспоминаю, ну раньше как, ну заходишь в дом, да, в квартиру, заходишь, включаешь, первым делом свет и телевизор, да, и он работает, начинает. Он работает, пока уже ты и спать не ложишься, да, а бывает, что и ложишься под телевизор спать. И вот он целый день смотрит, а? Ну то, что уже без него невозможно, что он обошел, уже настолько неотъемлемая часть жизни, да? Не, а это, знаете, еще есть, это есть, называется… Это, как это называется, в радио, это шумы, так называемые шумы, которые… Да, 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 вот. Вот что сейчас, допустим, вот рассказывают тоже в Универмавик, вот в больших таких супермаркетах, они используют какие-то специальные запахи там, вот, ну то, что заставляет человек удерживаться у того или иного там прилавка, допустим. Ну, технологии специально делают какую-то разметку для, ну там, на этих, на полах. Ну… Нет, даже включают такую специальную музыку, в которой, ну, ты заходишь и, как бы, такая атмосфера какого-то некого праздника. И вот тебе, тебе это, собственно, ничего не надо, но тебе просто вот… Ты же выходишь на улицу, а там что наступает? Тишина некая. Тишина… Как это тишина? Тишина сегодня… Сегодня, вот я говорю, тишина эта становится сегодня большим, большим, большой редкостью. А в тишине именно Бог слышно. Не в шумах этих. Почему человек не хочет сам собой быть? А там же совесть начинает говорить в нем. Она начинает кричать ему. Самая, самая большая наработка дьявола, да, все это время, за тысячи лет, вот эти… Что он людей научил думать, что его нет. Заставил людей поверить, что его нет. Вообще он какой-то такой… Какой-то мифический персонаж, какой-то с рогами, с хвостом, когда там американцы любят… А я задумывался, думаю, а почему вот американцы постоянно сатану как-то там рисуют какие-нибудь там… Да, он страшный, я представляю, но ангел, простой ангел, который пришел во гроб, во гроб, пустой гроб. Он тоже был ужасный. Чем он был ужасным? Потому что был духовный. И они ужаснулись. А он что-нибудь сказал? Не ужасайтесь. То есть он их успокоил. Но они, тем не менее, все равно пишут в марке, кажется. Они побежали, позабыв даже дар речи и даже никому ничего не сказали. Хотя он им сказал, идите, скажите. А они убежали. Все. Они так испугались. Понятно, что все духовное оно и бесы могут являться в виде ангелов. Я к чему? Что вот эта их карикатура на сатану, то что это не реальность. Мы смотрим на это и этим самым мы как бы говорим себе. Да, это быть не может. Значит, его нету. Значит, мы его показали. Вот он. Это он. Ага. Значит, я такого не видел нигде. И я такого никогда, наверное, не увижу. Где он там? Я не знаю. А он постоянно рядом с тобой, через бесов. Он и тобой лично не занимается. Что это за птица? Он занимается бесами, которые занимаются всеми нами. А бесы уже имеют разную тоже категорию, как в этом Властелине колец, там тоже есть свои. Орки, какие-то гоблины, всякие градации этой нечистоты. Так и здесь тоже у них свои есть. И бес бесен, пока тобой только занимается бесенок. А пока ты бесенка этого не победишь, к тебе приступят уже более сильные бесы, которые уже более искушенные в борьбе с людьми. А уж ты это победишь, что почему антихрист пришел, а сам сатана пришел, увидел. Почему сатана пришел в пустыню к Христу? Потому что все этих бесов он сразу отмел. Они сказали, они позвали более сильного беса, сказали, там кто-то такой есть, что он нас не то что не слушает, он нас просто вымел и все. А эти подошли тоже, там тоже ничего не получилось. И уже потом позвали самого, как говорится, самого главного сатану. Бейя, позовите мне Ви. Что говорите? Я говорю, Ви позвали. А абсолютно. Да, в неком стиле, потому что они же не могли справиться с этим кругом, да, они пытались, а потом позовите. Вот на самом деле Гоголь все-таки что-то чувствовал, это на самом деле есть градация вот этого демонского мира. А потом оказывается, что если тебе сказать, что это бес тебе говорит, а не ты это, а ты просто принимаешь это как за свое и живешь именно этими мыслями. А мысль благую отверг, почему? Потому что, а зачем она эта благая? А благая мысль, она всегда сложнее ее исполнить. Одно дело, возьми кошелек и возьми деньги, которые там в этом кошельке, а другой скажет, нет, это не твои деньги. Там наверняка есть какой-нибудь номер телефона в этом кошельке. Найди человека, который потерял эти деньги, потому что может он получил зарплату и нес домой, и потерял его. Вот она блага. Облагая мысль она намного. Как это я буду искать, потом я отдам деньги и ничего с этого не получу. А я что взял, в карман положил деньги, кошелек выкинул. Он еще раз тебя победил обмануть, потому что ты молодец, ты неверующий человек, ты красавчик. Вообще вера это что-то такое отсталое. А ты красавчик, красавчик. А потом уже приходит расплата за все это. Расплата уже, когда человеческая душа, она уже умирает. Надежда есть на каждого человека. Ну, Гадаринский бесноватый – это именно тот, на котором крест поставил уже человек. Гадаринский. И даже от него мать отказалась. В цепь его заковывали. И все. Он был выгнан из общества, потому что это животное было уже. И он голый, по сути, убежал и в гробах жил. Мы там говорим, да. Я говорю, что вы в Бога не веруете. Это говорит, Бог от этого не тепло, не шарко. Ему от этого все равно. Знаете, он и для этого создал. 100 миллиардов был на земле уже людей. Да. Я говорю, ну, не верите, ну, хорошо. Ну, как хорошо? Плохо, конечно, говорю. Тебя заменит верующий, если не хочет верить. Нет. Главное, всем дан одинаковый шанс. Ну, конечно. И он мне в прихожей, вот, мужчина, доказывал, вот, если Марфочка не помогает, вот, наши ходили, что-то у нее там заболел, кто-то там, сын. Мы пришли к Марфочке, никто не помог. Я говорю, это что такое? Род лукавый, прелюбодейный. Хотите чудеса? Ну, самое страшное, что через чудеса, даже получив чудеса, вы не станете верующим. Чудеса... Сколько видели людей чудеса от Господа? Тысячи. Сколько с ним осталось? А чудеса они... Ну, они... Игорь Атихович зашел, он не видел ролик, там, протестант один из Германии, ну, я не знаю, видимо, он 50-й. Вот, и он, ну, такой рьяный, говорит, а почему вы руки не накладываете? Христос повелел руки накладывать и исцелять. Да, у меня, посмотрите, я всех исцеляю, дочку свою, она приходит, я накладываю, она вода на здоровье и все. Что у вас, что вы не такие православие? Я слышал, евреям, да? Ну, да. А мы сегодня утром как раз смотрели, я убегал, говорю, о, глянь, матушка, интересный разговор с евреем, как он там, и он там вот, а как он, он там не договорил, но там начинал, я приехал, привез коробку конфет, а матушка сказала, идите ко мне в кель отнесите. Матушка, значит, это просто и кончилось, да? Она их сама, там их трескает эти печенья до упаду, чтобы там весь у нас три голодает, а матушка одна только трескает в эти конфеты. Ну, матушка правильно сделала, а куда она рассказала? Иди отнеси на склад, там их растащат все, а так она кому-то поделится. И все, и тут православие у нее закончилось, все. Это на чем-то основывало свое православие. То, что православие люди все больные и хромые. То, что он основал его вот именно на этих чудесах. Что же ему надо будет на дружноруке доказывать веру, а православие оно не доказывается почему-то. Ну, пускай накладывает руки, никто не спорит, но зачем, зачем ты, как говорится, тень на плите не наводишь. А почему православие? Значит православия нет. Я там побегал, там побегал, так и не нашел. Совершенно этой церкви-то нету оказывается. И наша церковь-то, она очень даже несовершенна. Мало того, она проигрывает всем, как это доказывает Игнат Тихинович, что она во всем проигрывает. Это, ну, я не знаю, это самая на вид проженческая церковь. И сегодня, а Господь-то, а сам пришел Господь, он что, он был величие какое-то в нем был? Я говорю, вот вы знаете, сейчас Господь пришел, постучался бы к вам, вы бы открыли ему дверь и сказали, что вам надо, молодой человек. Он говорит, ну, давайте я вам хоть покушать дам что-нибудь. Ну, сердце ваше растеплилось. И так мы не поняли, что к вам пришел Христос. Потому что в нем такой вид был. Вы думаете, Бог пришел бы вам в Порфирий, в такой короне, как на иконах мы видим? Нет. Он пришел бы, а может быть, и в замусольной кофте. А вот он по пустыне ходил, у него ноги были такие грязные. А люди вообще задают вопросы такие вот, да? Никто не задает. Вот знаете, я думаю, телевизор это сегодня все истребил. Это что-то страшное. Я бы сегодня бы… Помните этот момент? Это, кстати, момент истины был. Один из моментов истины, когда загорелась… Я, наверное, кто-то думал, кто-то поджег эту Останкинскую башню. Потому что неделю не было телевизора. Помните этот момент? Около недели не было вообще вещаний телевизионного. Вы знаете, что во время этой паузы народ уменьшилось употребление спиртных напитков почти вдвое, увеличилось в эти дни, на эту неделю зачатие детей произошло намного больше. То есть там такая удивительная статистика. Это прямо проводили, говорят, давайте ее взорвем. Я думаю… Я серьезно, это очень… И они нашли деньги в нищей стране, когда у нас вообще там денег не было. Ельцин там… И нашли деньги, такие большие деньги, чтобы восстановить, чтобы снова начать телевизионное вещание бесплатно. А если сегодня говорить людям о Христе, это по сути люди противопоставить людям те ценности, которые сегодня государство проповедует. То есть это полностью… И выходит, что сегодня церковь не выполняет эту миссию проповеди. Она просто исполняет те ритуалы, обряды, которые собственно людям сегодня нужны. Почему? Потому что я прихожу в церковь, да, я пошел там, наблудил, нагрешил, пришел в церковь. А что, если батюшка мне ничего не сделает? Ну, как все, согрешил. Вот один пришел ко мне, соблудил я. Я говорю, в следующий раз я дам эпитемию тебе. К этому отнесись очень серьезно. Потому что это… И он ко мне больше не пришел, больше не приходит. Это вот сегодня… Он поет к тому священнику, который его сразу отпустит, который ему все ему простит. Нет, не простит. Бог. То есть отпустит ему грехи, как ни в чем не бывало. И все это вот сегодня, к сожалению, повсеместно. И церковь в этом тоже… Я считаю, да, и нужен такой, такой, как сказать, раздражитель. Нужен раздражитель такой. Иначе тело… Тело это начнет… Без этого раздражителя… Это… Да, он провок… Я согласен. А в медицине провокация необходима, чтобы понять, как реагирует тело на ту или иную болезнь. И впускаю туда такую… Такую провокацию, так называемую. Как реагирует… Вот… Господь нам опустил провокацию в виде… Ну что тут? Ну это… Кто обличит? Такого не родился митрополит. Без митрополита все они молчат. Все надувают щеки. Все… И тут из народа какой-то проявляется. Человек, который говорит… Вы… И такими словами, чтобы нас пробудить. Вот… Мне интересно вот это вот… Ну… Развитие событий в церкви сегодня… Вот… Ну не хочется молчать, потому что… Это есть у кого еще… У Данте, да… Написано… Самые горячие места в аду… Приготовлены для тех, кто во времена вот таких смут… Ну… Как бы… Сохранял нейтралитет. То есть… Ну… Понимаете сами, да? В своей стране и молчать. Мне даже… Знаете… Мне даже обидно то, что сегодня они молчат… Может быть… Ну… Не знаю… Осипова я не слышу. Может быть, я его надо послушать. Но мне кажется, что Осипов что-то говорит. Там Артемий Владимиров молчит. Почему Осипов молчит? Ой, этот… Сняев молчит. То все как-то… Сегодня у нас как-то все это… Почему-то… Я не знаю, почему… Тоже Ткачев какие-то там… Там… Отец Дьякон его там… Отец Дьякон Кураев там… Ну, то, что обличает, но он там… Ну, такие вещи там… Начинает там говорить какие-то… Ну… Неосторожные… Вот эти все слова неосторожные. Сегодня вообще церковь не должна сегодня там кидаться какими-то словами, во-первых. Но то, что происходит сегодня, надо возвысить свой голос как священнику отдельно, так… То есть, отдельный священник – это когда такие люди, как там Стеняев будет говорить, там они… Их голос слышат, и он достаточно значим. И почему сегодня такое молчание, я не пойму. Сегодня уже хватит молчать. Сколько мы молчим уже? Ну… Это вот молитвенное молчание, что ли? Ну, хорошо… Я понимаю, монах… Называется «Помирать так с музыкой». Да… Ну, да… Ну, то есть, я уже сказал… То есть, не то, что там… Мне… Для моего спасения, конечно, да… Важнее, конечно, я лично, мое личное спасение. То, что происходит в церкви… Я же в церкви живу. Я не могу… Я не могу быть равнодушным то, что происходит в моей семье. То есть, естественно, я в своей семье должен… Это же семья – церковь. Мы не должны быть безразличны друг от друга. То, что если брат твой там… Ну, находится вот в этом… Ну, да, там… Игнать Тихонов, в чем-то виноват. Ну, ты не становись. Ты сам бесом-то не становись. Что? Зачем его называть бесом? Ну, становись… Не становись-то этим. Почему? То есть, такое ощущение, что тебе дали задание какое-то, и ты должен его выполнить. Ты должен съесть его, что ли? Ну, съешь ты его. Ну, что ты от этого? Проблема-то не уйдет сама по себе. Да, вот это… Надо обязательно получить должность миссионера. И миссионерство, мне кажется, это связано именно… И не бороться с сектами, а надо говорить людям о Христе. Вот я… Даже у нас есть сейчас там борется с трезвостью. Говорит за трезвость. Я говорю, ну, хорошо, трезвость. Я не против трезвости. Но сама вся по себе трезвость приводит человека к гордости. То есть, вот много у пятидесятников бросили… Даже наркотики бросили. На них руки возлагали, все как полагается, и они вдруг бросили наркотики. И они аллилуй, с утра до вечера поют, хвалят. Ну, там такая гордость, что они бросили. А вокруг сплошной навоз находится. Это однозначно. Потому что я с ними пообщался, говорю, ребята, я так им сказал. Вы находитесь в так называемой гордости. Это гордость, что я вот… Что-то… Я там вот сейчас не курю, там не пью. И что… Чем вы хвалитесь? Это должно быть естественно для человека. Это как… Это как… Это… Как… То же самое сказать, я дышу. Вот я, знаете, я дышу. Ну, все мы дышим. Ну… А я… А я… А я… А я… А я не пью. Я не курю. И я не курю. И я не пью. Там… Я наркотики не употребляю. То есть, что тут хвалиться-то? Это… 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 такое… На такое естественное состояние… Если бы ты сказал, я не горжусь… Я… Ну, странно, да, будет звучать… Я не горжусь. Поэтому… Людям нужен Христос. Без Христа… Вот я… Почему Господь часто так говорит? Я свет. Я жизнь. Я путь. Я истина. Я… Я… Он постоянно о себе… Вот он… Я… Я… Он… Он имел на то право. Потому что он дверь. Он еще и дверь все назвал. То есть, он все… Он говорит… Полностью… Чего ты ищешь? Ты иди, приди ко Христу. И ты там все найдешь. И путь. И истину, которую ты ищешь. И жизнь, которая… И свет, который ты… И хлеб, который ты так… Все. Господь полностью… Нужен же, значит, Христос, а не Бог и Егова, да? Бог сказал… Христос… Именно тут мы должны понимать, что Христос… Бог воплотился… Может быть, Бог и Егова… Он там… Его название… Яхве… Но он воплотился… Он дал воплощенного Бога, чтобы мы его видели на иконах, прикасались к нему, чтобы мы к нему… Это был воплощенный Христос… Как сказал… Он апостолу Филиппу сказал… Покажи нам… Апостол Филипп… Покажи нам отца… И достаточно для нас… И Христос даже его укорил… Ты со мной сколько… И ты… Не знаешь меня… Знающий меня… Знает отца… Зачем ты… То есть, Он даже его… Как бы… Вразумил его… То есть, как ты можешь перепрыгнуть через меня… Хочешь увидеть отца, перепрыгнув через меня… Вы не выдержите отца… Потому что… Вы сгорите… Отец… Это… Это… Та энергия… Это то… Это то, что… Ну, как сказать… Вам не вместить… Это… Вы… Я говорил вам физически… Я вам… Я говорю… Я вам говорю о человеческом… О физическом… Вы не понимаете… Что будет говорить, если будут говорить о духовном… Господь даже нам… И это нас показало… Что мы ничего не видим… То есть, у нас… сегодня бабушка… Я говорю вам о земном… С земном… Да… А вы… Вы этого не понимаете… А говорю… Что буду… То есть, сегодня бабушка одна меня удивила… Крест носит… Все… Батюшка… Та-та-та-та… Потом говорит… Я начинаю ей рассказывать про Евангелие… Сел с ней… Она… Она… А что… Есть там жизнь… Я говорю… Вы веруете в Бога… Верую… А как… Как это… Если… Ладно бы сказали… Я не верующий… Ну, я вот не знаю… Я говорю… Ну, вы хотите почувствовать… Что там жизнь есть или нет… Вы хотите это… А для чего тогда вера нам нужна… Ну… Ну, хорошо… Если вы будете молиться… Бог откроет вам… Во сне… Или там… Видение придет… Не знаю… Откроет вам ад… Рай… Ей нужны доказательства… Да… Ей надо что-то такое… Пощупать… Как… Я говорю… Как вы можете пощупать… Рай… Рай – это… Это… Именно состояние… Там… Нету… Городов… Как мы понимаем… То есть… Нет там… Город какой-то… Поселок какой-то… То… Это… 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 Как вам сказать… Это… Это… Небо… Вот то есть… Мы смотрим на небо… Что-то подобное… Но… Только это не имеет плоти… Это не имеет какого-то… Там… Нашего… Человеческой… понимания… Потому что у нас все человеческое… Оно… Все… Переплетено! В нашими воображениями мне даже интересно пощупать настоящего тыс я ни разу не видел настоящего тыс это просто форма такая такого человеческого общения а ну ка докажите мне а ну-ка докажите мне я от и ест этот и ты перед ними начинаешь разворачивать всю всю как бы картину сотворение мира а он не только не верю и а он наслаждается твоим ему ему нравится ему развлечение от нашел там уберег я один раз такой попался я такой я там я думал а я попался на эту удочку это комната есть все хорошо тогда о чем речь если того этого нет а в чем речь если этого нет об этом и не надо разговаривать нет вот докажи меня я никому че доказать не буду на человек сам выбирает я ему так сказал говорю если если придет такой момент истины когда когда вы определитесь ну когда вы поймете что ну может быть быть поздно то есть вам надо ну не ждать чудес вот чуть чудеса это говорю это самый самый ненадежная форма отношения с богом а